Небольшие каникулы после летних сборов у санобобслейной трассы уже завершились. Теперь к середине октября она должна быть готова на все 100%. Принимать готовность трассы будут специалисты Международной Федерации. Поэтому сейчас на жёлобе ежедневно ведётся кропотливая работа других профессионалов. За лето удалось сохранить команду, которая готовила ледовое покрытие на Олимпийские игры. И сейчас те же люди приступают уже к заключительному этапу подготовки трассы к наморозке. И уже через несколько дней здесь будет всё готово для того, чтобы создать новый не Олимпийский, но также международный лёд. Толщина льда должна быть от 5 до 8 сантиметров вдоль всего трека. Достичь необходимого слоя работа непростая, ведь наморозка жёлоба производится распылением воды через шланг. В помощь 30 специалистам пришли и погодные условия. Температура воздуха в горах плюс 9 считается оптимальной для того, чтобы начать готовить трассу к заливке льда. Сегодня запустят холодильную станцию, охлаждать будет бетон до нулевой отметки сначала охлаждается, и потом уже участками охлаждается до минус 10 градусов. И постепенно в течение двух недель у нас будет готов лёд уже на весь зимний сезон. А зимний сезон на Санобобслейной трассе длится 6 месяцев с сентября по марс. Для того, чтобы самые важные первые слои льда сохранились на протяжении всего этого времени, перед наморозкой специалисты должны ежедневно тщательно очищать водой щётками всю трассу, длина которой составляет 1814 километров. Наморозка льда по всей длине трассы завершится за несколько дней до приезда сборных по Бобслей, Скелетону и Санкам. 13 октября в течение четырёх дней специалисты будут проводить профилактические работы, в том числе и по корректировке профиля ледовой поверхности трассы. Татьяна Ногорская, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.